Здравствуйте, друзья! У нас с вами сегодня очень интересный гость Владимир Павлович Беспалько. Вы не смотрите, что он вот так по-летнему одет, он во Флориде живёт, там жарко, там все так ходят. Давайте я вам пару слов скажу про Владимира Павловича. Владимир Павлович у нас академик Российской Академии Образования. И, ну, я не знаю, там, может быть, не все знают, что такое Российская Академия Образования, но вот есть такая. И Владимир Павлович один из тех людей, очень небольшого количества людей, которые оказали влияние на многих людей в этой жизни. Вот я являюсь таким человеком, вот я первый раз Владимира Павловича вижу, и он меня тоже. Но я в своё время, когда вот из инженерной профессии стал заниматься образованием, и мне попалась книжечка, изданная в Воронеже, скромная такая, знаете, называлась там «Введение в теорию педагогических систем», по-моему, так называлась. Да? Помните такое? Да, да. Вот. И, а я тогда своим не педагогическим умом, а таким инженерным пытался какой-то смысл извлечь из педагогики, как науки. Я думаю, что же это такое происходит? А это же ещё Советский Союз, они же всё туда коммунистическое напихивали. И это теория воспитания, вот это вот жуткое, и там ещё, и ты пытаешься что-то понять, и вдруг я читаю эту книжку, и это было, и вдруг всё стало на место. И вот я с тех пор, это было, может быть, году в 83-м, мне дал почитать Белкин Ефим Львович. Я с его женой работал, и вот он, видя мои, так сказать, поиски, говорит, ну вот, почитай. И вот я с тех пор. Поэтому, Владимир Павлович, давайте вот такой я вам вопрос задам. Вы хорошо знали систему ещё советскую, и вот вы знаете, я надеюсь, систему нынешнюю. Вот какие кардинальные изменения произошли, вот с одной стороны, в практике учебных заведений, с другой стороны, в теории. Вот я понимаю, что она уже не такая коммунистическая, как была теория, и практик, наверное, тоже. Но вот что глобально произошло? Вы имеете в виду Россию или мир? Россию. Россию. Да. С Россией всё очень просто. Всё рухнуло. Всё рухнуло. Там Россия упала примерно до времён царской России. И образования в том числе. В образовании царит вот эта традиционная система. Учитель пришёл, рассказал. Ученики должны где-то что-то как-то вызвать. И вот воспроизвести с определённым успехом. А никаких подвижек в педагогической технологии не произошло. То есть не востребовано просто, да? Вы знаете, можно сказать так, что не востребовано. Мы старались это делать с конца 50-х годов. Причём в этом движении. Было движение очень мощное. Были привлечены довольно крупные интеллектуальные силы. По-настоящему интеллектуальные силы. Это Советского Союза, которые выросли в его застенках. Они не могли никуда, так сказать, двинуться. И в своём собственном соку они варились. И довольно неплохо сварились. Это движение возглавлял академик Берг и такого же крупного масштаба люди из разных областей знания. Вот тогда мы занимались программированным обучением. Да, я помню, я знаю. Которое также очень бурно развивалось за рубежом. Да. Но также за рубежом не было востребовано. Потому что, к сожалению, люди, которые стоят у власти в разных странах, они в последнюю очередь думают по существу, по-настоящему. О роли образования в человеческом прогрессе. Они говорят об этом. Ну, а это дежурные фразы. А работать, взяться за это, никто не хочет. Или другие соображения. В связи с этим я вспомню один эпизод из моей жизни. Я еще молодой преподаватель в МГУ. И на факультете психологии я работаю. И у меня лекции по педагогике на разных факультетах. И я тогда начинаю пробовать объективный контроль качества знаний учащихся. Вот те известные четыре уровня усвоения, которые вы хорошо знаете, которые вы уже упоминали. Я специальные конспекты своих лекций по педагогике издаю. Было таких 12 выпусков. И тесты создаю по основным проблемам педагогики. Провожу эту работу на экзаменах со студентами, которые очень хорошо воспринимали эту систему контроля. Там не было субъективизма, не было вероятности проскочить или не проскочить и так далее. И интересно, что у меня, оказывается, на курсе учились работники литературной газеты. Они учились параллельно в МГУ и уже были работниками литературной газеты. Они там были корреспондентами, фотокорреспондентами, просто корреспондентами и так далее. И они решили в литературной газете отразить этот опыт педагогический, которого нигде в другом месте не было. И разворот литературной газеты вышел с фотографиями, текстами, комментариями и так далее по поводу этого опыта. Произвело это такое очень, я бы сказал, сенсационное впечатление на общественность. Вот, экзамены в МГУ. И дошло это до министра высшего образования. Тогда министром высшего образования был Елютин. Да, конечно, известный человек. По-моему, Виктор Петрович, что такое. Елютин. Ну, Елютин не мог не отреагнировать на выступление литературной газеты, потому что литературная газета была, так сказать, правительственным официозом, так же, как «Правда», «Известие» и так далее. И Елютин меня вызывает, значит, со мной познакомиться. Что это там за такой какой-то там преподаватель что-то там вершит, что-то делает. Он, конечно, не читает литературную газету. Он так просмотрел разворот снимки, которые там были опубликованы. А текст он явно не читал. И я прихожу к нему и бодро, весело ему докладываю основной смысл того, что я делаю. Он меня выслушал и сказал мне, «Молодой человек, молодой человек, вы думаете, вам дадут это делать? Да никогда в жизни, говорит, не дадут. Вы сейчас объективно контролируете качество знаний студентов. А завтра вы наши знания начнете объективно контролировать». То есть открытым текстом. Открытым текстом. Открытым текстом. А завтра вы начнете нашу пригодность проверять объективными методами. Этого вам никто не даст возможности делать. И во избежание того, чтобы вас не загнали туда, куда Маккар телят не гонял, я вам советую бросить эту затею. Бросить, больше не печатать ничего. И не заниматься этим в МГУ на курсах и так далее. Ну, я выслушал его. И как раз в это время я уходил из МГУ. Я уходил заведовать кафедрой повышения квалификации преподавателей. Была создана такая кафедра в Москве. И я ушел заведовать этой кафедрой. И я ушел из МГУ. И мы на нашей дороге с ним разошлись. Потому что я уже больше не был подведан с ним в него. Прошло энное количество лет. Сколько же это лет прошло? Прошло, наверное, лет 30. И совсем перед отъездом в Америку... А в каком году вы уехали? В каком году вы уехали? В 65-м. В 65-м. То есть, виноват. В 95-м. Перед отъездом в Америку, значит, в Академии поставили мой доклад. По вопросам, вот, я там выступал, пару статей написал. По вопросам о развитии образования в 21-м веке. Да. Значит, присутствовала вся верхушка Академии. А этот мой доклад был приурочен к выборам в Академии. То есть, меня должны были избирать в Академике. И была такая процедура, где кандидат в Академике должен был что-то рассказать о своей деятельности. И я вот рассказывал о своих вещах. Елютин был, уже был как министр, он был действительно член Академии. И он присутствовал на этом заседании. Закончил я свой доклад. Выхожу в раздевалку. Я не знаю, вы знали Академию педагогических наук, где она была, что за Академия нет. На Погодинской. А? На Погодинской. Конечно, да. Да? Там раздевалка. Да. Шикарное здание. Очень хорошо. Условия были хорошие. Но, к сожалению, кадры были совершенно ничтожные. Вот я выхожу в раздевалку, подаю номер, получаю свое пальто. А здесь же стоит Елютин и тоже одевается. Он уже не министр, он уже давно на пенсии. Да. И он обращается ко мне. Молодой человек. Что? Блестящий доклад. Замечательные идеи. Это же революционные идеи. Почему вы не пришли ко мне? Мы бы с вами это дело провернули, продвинули и все сделали. Но он уже забыл. Да, понятно. Ну, конечно. Он забыл, что я у него был и так далее. Ну, так я что-то отшутился. На этом закончились мои встречи на высшем уровне. Хотя мне много лет. Мои, так сказать, коллеги по педагогической, вот этой самой исследовательской работе, в том числе Ефим Белкин, мы с ним близко сотрудничали, все говорили, иди, иди к министру, иди к... Я не знаю, иди в Дерховный Совет, иди к председателю Совета Министров, и так далее. Но я никого не ходил больше никогда после этой встречи с Елютиным. И просто занимался дальше наукой. А вот такой вопрос, Владимир Павлович. Вот я когда видел вот эту брошюру, которую мне Белкин дал читать, значит, у меня первая мысль была такая, что вам не дают толком публиковаться. Потому что где-то в Воронеже, в каком-то непонятном издательстве, то есть, это же было же издательство педагогика, правда? Были же центральные издательства. Я думаю, почему человек должен такие вещи, которые все должны, казалось бы, читать? И вам как-то не... Или это всем так плохо было с точки зрения опубликовации, или просто они к вам как-то так, что там было с этим связано? Нет, ведь вот когда Елютин был во главе в Министерстве высшего образования, и он утверждал все то, что публикуется по высшей школе, по педагогике высшей школы... Лично? А? Лично? Лично министр утверждал, конечно. Это же все контролировалось на очень высоком уровне, как идеологическая сторона публикации, понимаете? Это была не техника, а это была идеология. И выходила моя книжка, первая книжка. Это была книжка по материалам моей докторской диссертации. Это программированное обучение? Нет, да, докторская диссертация была программированное обучение, а книжка выходила, уже я тогда поднялся на ступень выше, уже не просто программированное обучение, а теория педагогических систем. Это была книжка. И эта книжка теория педагогических систем после защиты докторской диссертации была утверждена каким-то там советом, я не знаю, по публикациям, редакционным советом в издательстве высшая школа. Да. Она должна была... А? Так это же правильное место и было бы. Да, она должна была... Там была републикована. Я туда ждал рукопись, и там прошел набор этой рукописи. А после моей встречи с Илютиным было указание, потому что на встрече с Илютиным были эти клерки, которые заведовали разными отделами, у них нос был по ветру, как говорят, знаете. Так. И были по ветру. Вот, и они увидели настроение Илютина, и тут же был дан указ в высшую школу, рассыпать набор. И набор был рассыпан. И книжка не вышла в высшей школе. Когда она... Вот это все произошло, я в это время преподавал вот на... Уже на курсах подготовки повышения квалификации преподавателей высшей школы РСФСР. А министром высшего образования РСФСР был очень такой активный, известный, наверное, прогрессивный человек, фамилию которого я уже забыл. Вот. Кто-то ему доложил, что вот такое есть Беспалька, который такое сделал, вот такое. А Илютин рассыпал его набор в высшей школе, а между ними были антагонистические отношения между министром Советского Союза и министром РСФСР. И издательство Министерства Большого Образования РСФСР было в Воронежском университете. Поэтому было дано указание немедленно, две недели, и чтобы книжка была издана. Это вот я вас слушаю просто. Ой, Господи, Боже мой. Я тут же отдал второй экземпляр своей рукописи туда, в издательство. И через две недели моя книжка была видна «Основы теории педагогических систем». Вы знаете, вы меня напомнили... Это 77-й год. Да, да. Однажды моя супруга, она была аспиранткой Бориса Семёновича Дершунского. И, значит, Борис Семёнович в окружении аспиранток, значит, они так гуляли по улице Горького и зашли в магазин «Педагогическая книга». И, значит, Борис Семёнович так смотрел по полкам, а он такой мужчина такой был, так сказать, эффект любил производить. Вот. И он... Такой меньшевик. Ну, в этом случае он так посмотрел и говорит, да, сказал Борис Семёнович, нечего читать, совершенно нечего читать, надо срочно садиться и писать. Вот. Но, но действительно там мы часто заходили туда и вообще с любой литературой было сложно. Вот любая литература, которая хоть чего-нибудь стоила, в том смысле, что хотелось, что нужно было завести, нужно, вот так было нужно, всё равно было не достать. Это просто как-то... Нет, нет. Он был не прав. Как раз были очень интересные вещи, изданные в это время, вот, в педагогической области, но больше психолога педагогической области. Не совсем педагогика, больше педагогическая психология. Были очень интересные работы, и я их использовал в своей книге. Он шутил, я понимаю, но так он просто... Да. Ну, короче говоря, значит, вот так вот пошла вся эта моя карьера. Дальше я никогда больше не совался к руководству. Я их глубоко презирал, потому что я знал, что они недежды, и они совершенно безграмотные люди, неквалифицированные, руководят образованием, и нечего к ним ходить. Я занимался наукой, и наука меня вывела на киберпедагогику. То есть я сумел увидеть в компьютерах тот потенциал, который может вывести уровень образования на должную, так сказать, высоту, которую ручными методами обучения никогда достигнуть не удастся. Если будет продолжаться вот эта мануальная система обучения, она будет вся вот в том виде, в котором она сейчас есть. Полуграмотные, полуобразованные, недостаточно освоившие, недостаточно квалифицированные, и так далее, и так далее. То есть получается? Это объективные возможности, понимаете? Каждая система образования присущи объективные возможности по достижению качества обучения. И вот традиционное обучение, оно может достигать первого уровня, не очень стабильного первого уровня. Дело в том, что я проводил со студентами достаточно много студентов, прошло через экзамен, экзаменационные процедуры со мной в НГУ, потом преподаватели на курсы повышения квалификации. Тесты первого уровня, они еще худо-бедно делали. Вот на уровне коэффициент 0.5, 0.4, 0.3, редко кто поднимался до 0.7, вот, но вот это был принципиальный уровень образования. Подняться на второй, третий уровень, это было немыслимо. Это делают индивидуально, люди индивидуально делают в своей уже практической профессиональной работе. В профессиональной работе отдельные люди самостоятельно, которые одарены природой достаточно и хорошо интеллектуально, они могут, опираясь на какие-то книжки, я не знаю, встречи, сотрудничество, подниматься на второй и даже третий уровень. Но в образовании, в обычном стабильном образовании, где есть эти группы, и вся эта организация, первый уровень, вот это принципиальный уровень образования. Владимир Павлович, давайте мы для нашей аудитории, вот я на самом деле мечтал от вас живьем тоже услышать, давайте вы на нашей аудитории, у нас очень много молодых ребят и постарше, но вот наша аудитория на нашем канале ютубе, это люди, которые движутся куда-то, они что-то учат, и я вот когда вас слушаю, одна из мыслей, которая у меня там где-то мелькает, что в практическом плане, вот каждый из нас, когда он что-то учит, он убежал куда-то очень сильно вперед относительно системы образования, такой организованной, администрированной, потому что самостоятельно мы используем методы и технологии, которые в учебных заведениях как бы не очень пока идут, вот я отдельно, но вот эти четыре уровня, почему, вот я каждую группу, когда начинаю, у нас каждый месяц там новая группа в учебном заведении, где я там работаю, которым руковожу, и я им на первом уроке говорю, вот четыре уровня, да, я говорю, четыре уровня по беспалькам, вот четыре уровня, я говорю, если вы останетесь на первом, то работы вы не найдете никогда, вот второй, да, значит, я говорю, а дальше впереди у нас третий, да, вот второй, это то, чего мы пытаемся добиться, третий впереди, четвертый нас с вами вот в данном формате не интересует, но просто чтобы вы знали, что это есть, но вот хотелось бы от вас, потому что вы как бы так вот раз, два, три, вот, чтобы люди, которые нас слушали, чтобы они взяли на вооружение и в своей индивидуальной деятельности, когда они что-то изучают, когда они по книжке или там в онлайне, или на вебинарах, или может быть в учебных заведениях, очень много, это вообще отдельная трагедия, потому что очень много ребят молодых, которые учатся в университетах, они говорят, это потеря времени, я прихожу, там ничего не происходит, я просто теряю время ни на что, понимаете, вот может быть, вот эти четыре уровня, так вот покажете, чтобы у них осталось, и чтобы это стало частью их сознания. Это вы спросили меня в самом начале, что произошло за то время, которое прошло, и я сказал, что ничего не прошло, а вы сейчас подтвердили, что ничего не прошло, то же самое, что было там 50 лет тому назад, понимаете, что касается меня, то я стараюсь уже не выступать, я уже старый очень, знаете, я быстро устаю, здоровье уже не то, и энтузиазм очень сильно поблед, и я не хочу просто ни преподавать, ни выступать, вот я с вами согласился провести интервью, знаю, что вы преподаете, и что вы заинтересовались как-то моей теорией, вы можете это извлечь, все, я вам дарю свою последнюю книжку, вот, это киберпедагогика, на английском языке, сайберпедагогия, сайберпедагогия, вот, отлично, отлично, вот, три экземпляра, пожалуйста, изучайте, хорошо, это используется в своих лекциях, в своих учебных, этих самых делах, может быть, поскольку вы еще относительно молодой человек, может быть, вы организуете по нынешним, так сказать, стандартам какую-то фирму, фирму, которая будет по заказу кому-то, налаживать образование, систему образования следующего уровня, вот, и продавать ее, эту систему образования, это несложно, здесь вся теория изложена, нужно на основе этой теории создать методики, предметные методики, для этого нужны люди, преподаватели, которые знают эти предметы, и они используя эту методологию, сумеют создать методики, новые методики, и вся будет система образования изменена в целом ряде аспектов, и главный аспект, что той организационной формой, которая сейчас господствует в образовании, класс, учитель, обучения, экзамен, все это, все это, так сказать, руины, все это надо отбросить, надо дать в руки каждому учащемуся киберпедагогический учебник, и дать ему возможность индивидуально работать, хорошо, если этот учебник заложен в компьютер, его индивидуальный компьютер. Вы на русском языке ведь тоже издали эту книгу, недавно совсем. Вот она на русском языке. Я просто, почему, это очень важно сказать, потому что у нас ведь есть очень много педагогов, которые нас смотрят, я прекрасно вижу педагогические основы управляемого компьютерного обучения и лернинг. Владимир Павлович, а вот такой вопрос, то, что в Америке сейчас происходит, когда люди учатся в университетах и им разрешают часть предметов брать в онлайне и очень много стало программного обеспечения, которое вот позволяет опосредовать процесс взаимодействия. Какая разница, в компьютер закладывают тоже традиционное обучение. То же самое, методика та же, что и традиционное обучение. Поэтому человек, вы берете учебник, вот как традиционно учиться, учебник, вам задают задание на дом, вы открываете его, если вы, так сказать, достаточно добросовестный ученик, вы читаете все это, закрываете учебник и 70% забываете. Ну, конечно. А после экзамена особенно. А киберпедагогический учебник делает эту работу таким образом, что если вы его открываете и считаете, то 70% вы запоминаете. Потому что здесь, в этот учебник, в этот текст вложена технология обучения, которая использует тех, по крайней мере, которые есть сейчас в наличии психолого-педагогические теории усвоения знаний человека. И это делает погоду. Владимир Павлович, вот такой вопрос, может быть, гораздо более такой философско-педагогический. Да. А все-таки при тех существенных темпах изменений, которые происходят в мире, вот я где-то читал, что за последние пять лет произошло больше изменений в технологиях, в инженерном деле, в науке и так далее, чем, допустим, за предшествующие 100. В таком ключе, вообще, вот, я не говорю, традиционная система образования может ли существовать, но вообще, какая-то такая вот, ну, я не знаю, организованная. Я смотрю, сейчас выходят ребята, иногда приходят там, родители просят там резюме, там, помочь, там, сделать парню, выпускнику университета. Computer Science. И он приходит, и я смотрю на него, а он устарел лет на 20, еще, еще когда на первый курс пришел, вот то, чему их учат, устарело. Люди, которые их учат, лет 20 назад уже устарели. Понимаете? И я смотрю на это, и у меня ощущение катастрофы. Я говорю, а как же они в завтра пойдут, если они уже на 20 лет устарели? Вот это реализуемо, в принципе, решаемые задачи? Конечно. Если они пришли к вам, устарели на 20 лет, дайте им учебник, сделанный на 20 лет вперед. То есть заложите сюда технологии 20-летнего будущего, и вы получите людей 20-летнего будущего. Для этого психология подготовила нам почту. У нас есть уже психологические работы, очень неплохие, по теории усвоения знаний человеком, по теории развития человека. И это все можно заложить, в обычный учебник заложить это нельзя, а в киберпедагогический учебник можно заложить. Даже не надо компьютер. Но лучше, если это заложить в компьютер, и вы получите человека на 20 лет вперед. А вот давайте тогда последний вопрос. Не сложно. Когда вы... В самом начале сказали, вот вас интересует именно в России, что происходит, или во всем мире. Ну вот в Соединенные Штаты, где, казалось бы, компьютер, там, ребенок родился, у него в коляске уже там что-то лежит, такое компьютерное. Здесь что-то кардинальное, оно отличается, скажем, от Российской Федерации, или того, что было в СССР, какой-то есть прорыв какой-то, или не востребовано? Конечно, конечно. Радикальное различие. Так. В том же... Понимаете, в чем дело? Вы можете построить график. Первый уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый уровень. График построить. Так. И в Америке, и в России одинаковая педагогическая технология. Она может гарантировать первый уровень. Так. Если тщательно работать. В России многие преподаватели очень добросовестно работают, держат учащихся в ежовых рукавицах и заставляют их работать, и удивляются, что не получается достаточно высокий уровень. Но первый все-таки получается. С их подсказкой, с их помощью он может ответить, воспроизвести, рассказать. Что такое первый уровень? Это воспроизведение с помощью и подсказкой. И если вы посмотрите в классе, посидите и посмотрите, как идет урок, вы увидите, что учитель все время подсказывает, все время он, так сказать, наводит учащихся на правильные ответы. Если этот учащийся дома работал хорошо, активно с учебником. И там есть эта система принуждения ученика, чтобы он работал. В Америке этого нет. В Америке этого нет. Его не вызывают в доске, от него не требуют ответа, от него не требуют знания, от него ничего не требуют. А если потребуют, то попадут в суд за издевательство. А как же они тогда? А вот так, вот он кое-как, он там ковыряется в учебнике, кое-как слушает, кое-как сидит на уроках, потом экзамен, и потом, если российский учитель помогает ученику там на, я бы так сказал, в среднем на 15-30% ответить на экзамене, то учитель американский на 75-80% помогает ему ответить. и всё. А вот эти колоссальные, 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 как пришёл, так и ушёл. А вот эти колоссальные учебные, домашние задания, вот я смотрю на разные возраста, вот у меня дочь здесь пошла в школу и закончила, у меня внучка, старшая там в пятом классе, университет, я наблюдал, вот как это происходит на собственных детях и внуках. У них, начиная с какого-то момента, очень интенсивные задания, то есть, вот там чуть-чуть вот такую книжку там надо прочитать там за три дня или что-то, и они сидят как проклятые. Ну, может быть, уже не в школе там, а где-нибудь в университетах, но они по-страшному там... Это больше на самостоятельном, конечно, уровне, то есть, не то, что им... Понимаете, это... Да, задают, да, много задают, но это перекладывание педагогической работы на плечи ученика. Да. Он не может эту педагогическую работу выполнить. Не может. Он пытается, он как-то делает, но он это делает очень неорганизованно, без всякой системы и так далее. А что такое киберпедагический учебник? Это перекладывается на плечи учебника, на плечи компьютера. Вести ученика в том процессе обучения, который вы хотите получить. Вы его введете к той цели, которую вы поставили через систему управляемых заданий и, так сказать, учебных действий и все прочее. Вы следите, вы отслеживаете, вы корректируете, и у вас это получается. Знаете, что... Как делают в школе и в ВУЗе преподаватели? Они дают им эту массу. Ну и что? Он остался с этой массой, но он не знает, как с ней поступить. Он прочитал, он добросовестно ее прочитал, вот эту книжку, но он ее не усвоил, потому что, если вы прочитаете, вы вот взрослый, умный, грамотный человек, вы просто прочитаете эту книгу, вы не сумеете осуществить куберпедагогику в учебном заведении. Вам нужно ее усвоить, эту книжку, чтобы она стала вашей системой работы, действия. Да, как присвоить. Присвоить. Вы знаете, что очень интересный аспект есть у того, что вы сейчас сказали, технократический. Дело в том, что я как раз занимался методиками частными в свое время, в частные, вот сенсомоторные навыки, там вот машинопись, когда мы делали методику быстрого обучения, и машинопись как раз очень хорошо поддается вот этой вот компьютеризации. Правда, там можно все заложить, и тут же, тут у тебя на экране, на клавиатуре, все это очень здорово. Но дальше, что происходит? Есть масса людей, которые в состоянии что-то запрограммировать. причем для того, чтобы это сделать, не нужно быть хорошим программистом, нужно даже на начальном уровне уже быть, на самом начальном. И ты уже можешь что-то такое. И я помню, когда массово пошли компьютеры в народ, это был конец, может быть, 80-х, все люди, которые чуть-чуть что-то такое узнали о программировании, они норовили делать что-то учебное, обучающее. Машинопись, там, я не знаю, математика, физика, химия, там, иностранный язык, словарный запас, и с одной стороны они ощущали нехватку этого, с другой стороны педагогический принцип, который они могли заложить туда, он где-то был или в нуле, или где-то в минусе. Например, скажем, вот если касается машинописи вот этих вот навыков, да, то есть они создавали все время режим то, что называется вынужденного темпа. Змейка какая-то бежит, все быстрее, быстрее, быстрее бежит, это должен за ней успевать, вот этот вынужденный темп, когда твоя психика должна сама найти какой-то способ туда встроиться, вот как бы, если ты в стрессе не за ней, рыдать не начнешь, там, и волосы на себе рвать и так далее, но я просто к чему говорю, что вот этот разрыв между технократическими возможностями, которые безграничны абсолютно, и педагогическим, таким, знаете, полная бессознанка такая, вот как будто, как будто до нас ничего не существовало в этом мире, понимаете, как будто вот не было там двухтысячелетий там, педагогики, ну, мы пойдем дальше, Яна Каменского, но все-таки функция в обществе, по передаче знаний, по воспитанию, по коллегам, она же многотысячелетняя, и вот, как будто не было. Михаил, да, вы не найдете в трудах великих наших педагогов, наверное, вы их имена знаете, ну, по крайней мере, от Каменского, Пистолокции, и так далее, да, знаете, эти имена, изучал, да, вы не найдете нигде понятие скорость усвоения знаний, скорость усвоения, скорость обучения, как хотите назовите, не найдете, это единственная книжка, где впервые это понятие вводится совершенно, так сказать, функционально, и вы можете рассчитать и задать соответствующий темпу обучения аргументированно, не просто, как вы хотите. Учитель приходит в класс, и он говорит примерно в том же темпе, как мы с вами разговариваем. Да. он насколько может, как может, так и говорит. Здесь это очень точно задается. То есть, дополнительная метрика появилась. Дополнительная метрика. вы не получите гарантированного обучения. Если вы не будете обучать учащихся в том темпе, в котором они могут, тогда они будут усваиваться. Ну, а если когда они в классе сидят, они по-разному могут? Они же по-разному могут в классе. Это же проблема. Потому-то вы даете каждому студенту, каждому учащемуся компьютер, который подстраивается под темп каждого отдельного индивидуального. В чем основная проблема традиционного обучения? Там нет индивидуализации. Как там не декларируют, как там не говорят, что индивидуализация, никакой индивидуализации нет и не может быть. Если в одном классе, где 30 учащихся, один учитель. Какая индивидуализация? А если вы даете каждому программированный учебник, каждому даете компьютер лучше, компьютер, а не учебник, вы задаете ему темп, сам компьютер подстраивается под его темп и работает вместе с ним. По-моему, я боюсь, конечно, за давностью лет перепутать, но, по-моему, у Ушинского была статья такая, где он отвечал критикам группового обучения, что гораздо лучше они говорили, что когда индивидуально с репетитором человек занимается, с гувернантом, а тут они в класс загнали народ, где качество и так далее, и Ушинский возмущался, что где же взять на всех гувернант вообще, вы что, мужики? и правильно возвращался, но сейчас традиционного обучения, когда не было компьютеров, не было даже то есть получается, получается, что компьютеризация возвращает нас к качеству гувернанта, который с тобой лично работает. Конечно, конечно, безусловно, самый высокий уровень, самая эффективная педагогическая система это репетитор, репетитор, да, отлично, самая высокая, конечно, квалифицированный педагог, вы знаете, что учебник впервые был предложен Ушинским, который увидел типографию, который понял, что если эти учебники дать каждому ученику, то гораздо выше будет качество обучения, он называл свою систему дидахография, я назвал его киберпедагогика, потому что каждому компьютер, а не учебник, а он называл свою систему дидахография, каждому дать учебник, потому что он увидел, как из подпресса этого типографского выходят одинаковые книги, о, одинаковые книги, будут одинаковые все ученики, но он не понимал, что ученики-то разные изначально, и одинаковые учебники их не выровняют в одинаковых, так сказать, выпускников. Но шаг вперед, уже шаг вперед. Учебники каждому индивидуально под его психологические особенности, под его педагогические возможности и прочее. Так вот, компьютер решает эту проблему, и я ее назвал киберпедагогика, поэтому, что все идет через киберпедагогику. Я обязуюсь прочесть обязательно. Там, я нашим зрителям рассказываю, что я попросил этого... Постарайтесь не прочесть, а изучить. Изучить, ну, я имел в виду... было очень много читателей, но они так извращали потом все это. Они дальше, во-первых, четырех уровней никогда не подирались. Они дальше не понимали ничего и не хотели понимать. Достаточно было четыре уровня, и на основе четырех уровней начинали манипулировать в классе. из этого ничего... Вы знаете, что я, когда первый раз столкнулся... Там же еще есть четыре... Четыре уровня абстракции есть еще. Четыре уровня абстракции. Есть еще освоение, разные уровни освоения. Все это надо... Я изучу. Вы мне напомнили, знаете, что первый раз в возрасте лет 26 я, значит, выпустили меня на аудиторию, там было 400 преподавателей машинописи и стенографии, и я должен был им рассказать о тенденциях, так сказать, вот веяниях, что мы там разрабатываем и так далее. И я тогда не ожидал, конечно, но что я понял, что если тебя слушает 400 человек, то 200 человек тебя вообще не поймут, а остальные 200 поймут тебя превратно. И будут всем остальным рассказывать, что ты говорил. Ты скажешь, нет, это не был я, это неправда. И... Хорошо, если кто-то заинтересуется из них и начнет потом изучать глубже, но так не работает, нет, это было открытием для меня большим. Для вас было открытие, для меня было открытием, когда я читал, вот потом, после того, как мои книжки пошли, читал, по Беспалько сделано, по Беспалько, как по Беспалько, мне хотелось провалить. Ну, они из... человек один раз прочитал, понял, вот свой уровень интеллекта, развития, обучения, извратил, он добросовестно все это сделал. Да. Но из... вот этого вышло, черт не что. Да, да, ну, это как бы естественно, это нормально. Ну, я обязуюсь изучить, я на самом деле каждый день в педагогическом процессе, но больше того, я... Знаете, вашим коллегам, с кем вы сотрудничаете, пусть они тоже изучают, потом попробуйте обсудить... Да, это именно то, что мы сделаем, потому что мы почти каждый день обсуждаем эффективность нашего процесса. Да, потому что если вы будете один читать и пытаться понять, это будет очень... Нет, нас 10 человек здесь. Обсуждать это еще с двумя коллегами, из этого получится... Это то, к чему мы стремимся, на самом деле. Я не рассчитывал вот в таком ключе, но на самом деле у нас это востребовано безумно, что приходят люди, они должны начать работать через несколько месяцев, они приходят к нам, рынок меняется, требования меняются, все время что-то такое происходит, надо все время подстраиваться, у них не хватает времени, даже тех, кто самостоятельно готов заниматься там и с нами и так далее, так много всего, что какая-то оптимизация, мы делаем как можем эту оптимизацию, но тем не менее, конечно, я считаю, что это дырка, которая ничем не закрыта сегодня. вот я начал говорить нашим зрителям, что для того, чтобы состоялась сегодняшняя запись, там один из наших зрителей, его зовут Михаил, и он со своей мамой, которая тоже наш зритель, они там рядышком присутствуют, они приехали... ваши зрительные мамы... да, они приехали к Владимиру Павловичу, и я, значит, тогда... вы тогда ребятам дайте, они мне тогда перебросят вашу книжку, вот, и я это самое, я обязуюсь изучить, и давайте вот что сделаем, давайте мы поблагодарим тех, кто за кадром, так, потому что их не видно, но без них бы ничего не было, и мы поблагодарим Владимира Павловича, я хочу сказать, что, да, вот там, Михаил... Еще один маленький секрет. Да, да, пожалуйста. Если вы найдете способ опубликовать эту книжку, то мою фамилию отсюда снимите, можете свою поставить, можете его фамилию поставить, можете любую поставить, потому что я пытался в Америке опубликовать, почему эта книжка появилась, потому что я перевел на английский язык вот эту книжку, и хотел ее издать в Америке, я на этом терял 500 долларов. Объясню почему. Так. Я заключил договор с одним издательством, и даже послал рукопись свою, вот эту рукопись, и они приняли ее в публикации, и договор был заключен, все в порядке, и я аванс послал, я оплачивал сам это издание, послал аванс, а потом я посоветовался со своими там друзьями, коллегами в Москве, и мне сказали, ты с ума сошел, ты с ума сошел, ты же завтра будешь зачислен во враги нации, там есть категория такая, вражеский агент, если ты сотрудничаешь с Америкой, вот в Америке я издам, и я буду уже враг, зачислен во враги. А то, что вы живете в Америке, это не враги? Нет, это нет, я могу жить, где хочу, а там другая категория, там я член академии, там я имею гражданство российское, у меня сохранилось российское гражданство, и я член академии, и я там как-то, как-то, как-то имею связи и отношения. Мне кажется, что... Как это как-то... Мне кажется, что это... Это даже приз... Враги народа, да. Сталин это называл враг народа. Да. У Сталина это было четкое клеймо, враг народа, враг всего народа. А у Путина это немножко мягче. Это... Вроде... Я уже... Как ты там назвал, да. Как-то... Но вы знаете, что... Вражеский элемент, или что-то... Мне казалось, что для именно ученых, даже в советское время, было очень... Очень много людей пострадали. Было очень престижно. Закрыли их бизнесы, уничтожили их, какие-то... Уничтожили гражданство. А? Лишни гражданство? Нет. Гражданство не лишали, но их заставляли мигрировать, на них давили. Мне кажется, что эти люди, они немножко перебрали. Для ученых всегда было престижно, когда их работы издавались за рубежом. Вспомните Лернера и Скаткина, которые были изданы в 100 странах мира. Абсурда того правления, которое сейчас в России, даже трудно представить себе. Дело в том, что в Академии требуют, чтобы ученые публиковали свои работы не только в России, но и за рубежом. Это, так сказать, при отчетах считается плюсом, что его работа публикована за рубежом. Но если вы находите за рубежом, если вы опубликуете за рубежом, то вас сочтут врагом народа. Ну, парадокс такой. Это абсурд. Так странно это все. Ну, я думаю, что те люди, которые нас смотрят... отменил публикацию, потерял эти 500 долларов аванс, и вот у меня стоит сколько-то там экземпляров. Этой книжки я сделал только. Я с ними договорился, и они мне ее отпечатали. Какое-то количество экземпляров. Я решил, я буду так людям раздавать. Сделайте под псевдонимом, там, назовите Рабиновича. Пусть все знают. Хотели, вы хотели это самое, обмануть какие-то другие органы. Это наивно. Хорошо. Ну, хорошо. Владимир Павлович, спасибо большое. Мне неудобно там столько народу отвлекать. Я думаю, что мы как бы добились того, что самого главного. То есть, вот какое-то количество людей, которые посмотрят, у них что-то такое щелкнет в сознании, и у них появится путь к тому, чтобы в чем-то в жизни разобраться. И я со своей стороны как бы очень заинтересован в том, чтобы не только понять, но и на самом деле применить. И не лично я, а у нас 10 человек педагогов, то есть мы такой коллектив очень сплоченный. И у нас чудовищная мотивация, потому что у нас сроки ограничены, и мы должны за 3-4 месяца научить людей профессии, которой они раньше не владели. Если вы хотите, вы можете продублировать вот это издание, сделать копии сколько хотите. Спасибо. мою фамилию снимите. Копии сделайте, сколько угодно. Я не нуждаюсь ни в какой славе. Я думаю, что русского издания на самом деле достаточно, потому что ваш основной читатель может быть там, а здесь оно может быть не востребовано, я не знаю. Напишите в издательство народное образование, они вам пришлют столько, сколько вы хотите. И это очень дешево. Отлично. Я могу просто купить в магазине. Что ж там? Не сложно. В каком магазине? Ну, в онлайновых магазинах книжных продают. Где? В онлайн. Ну, в сети, на интернете. На интернете есть. Я думаю, что вам следует написать в издательстве народного образования, скажем, где продается книжка. Это не вопрос, это мы легко решим. вопрос. Да, да, Хорошо. И можете купить всем вашим интересующим, кто русскоязычный, конечно, лучше на русском языке, чем на английском ломать с него. Хорошо. Ладно, спасибо большое. И давайте мы так помашем, помашем нашим зрителям и скажем им до свидания. Спасибо. Успехов, успехов вам. Приятно видеть энтузиастов, работающих в этой области. Я вам желаю абсолютно успеха. Спасибо большое. Спасибо.